Добрый день всем, кто сегодня меня смотрит. Меня зовут Василий Емельяненко. Я профессиональный шеф-повар и с радостью делюсь с вами вот такими интересными простыми рецептами, чтобы каждый мог их приготовить, конечно же. Сегодня у меня по плану голубцы, но я уверен, что наверняка вы таких голубцов не делали. В общем, давайте начнем с подготовки. У меня здесь есть морковь, которую требуется почистить. Мне морковка понадобится для соуса, поэтому, чтобы мне не тратить время потом, в любом случае, всегда перед тем, как мы что-либо готовим, сначала подготавливаем овощи. Значит, фарш делаем по классической схеме. Ничего нового я вам сейчас не расскажу, но смотрите, я всегда в своей жизни считал так. Если вы хотите сэкономить, значит, пропорция берется так. Половина фарша, половина риса. Один к одному. Если вы хотите, чтобы было повкуснее, то, соответственно, вы должны взять на порцию фарша 50% риса. Вам решать, что делать и в каком виде у вас будут голубцы. Значит, я буду добавлять сюда как раз-таки 50% риса, чтобы у меня было больше мясного вкуса. Но, опять же, чем больше риса, тем больше мягкости. У меня свинина. Она достаточно жирная, поэтому мягкость будет не только за счет риса, но и за счет того, что вот эти кусочки жира будут расплавляться. Смазывать рис, смазывать, впитывать в рис будет вот этот жирок. Будет очень вкусно, очень будет мягко. Рис заранее отваренный. Тут нет каких-то вот таких конкретных вещей. Каждая домохозяйка, каждый шеф-повар, каждый гастроном решает, какой рис он будет засыпать. Но сырой рис сыпят на моей памяти только лишь в долму, потому что виноградный лист плотный и долма довольно долго варится. 30-40 минут. За это время, конечно, рис полностью напитывается, сваривается и так далее. А в голубцы, как правило, кто-то делает наполовину готовый рис, кто-то делает полностью готовый. У меня полностью готовый отваренный рис, круглозерный. Рис можно любой вообще, в принципе. Просто, если мы говорим, например, про басмати или какие-то вот эти вот длинные виды риса, индийского, пакистанского, там ароматика яркая рисовая. У кубанского, у нашего, просто обычная, нет яркой ароматики. И он у нас, как так сказать, заменитель хлеба, я бы так сказал, в котлетах, в голубцах, в принципе, то же самое. Значит, теперь что? Мы, значит, соль, рис, свинина, щепотку сахара обязательно. Пару столовых ложек соевого соуса не помешает. Вкусовой усилитель. Солю будьте аккуратны, потому что соевый соус, если добавляете, тогда, в общем-то, могут быть всякие вариации, типа, пересолили. Все это перемешиваем. Добавляем из специй сюда вот что. Черный перец обязательно. Вообще, на котлеты, голубцы, в общем, фрикадельки я добавляю довольно большое количество черного перца. Это на мой вкус. Если вы считаете, что для вас это слишком пряно, а кто-то скажет, что остро, ну, я про остроту не поверю, потому что черный перец, что это, острота, что ли? Да ладно, это все пряность. Вот, видите, сколько я сыплю перца. Прям обильно. Значит, обязательно сюда мускатный орех для свинины. Очень хорошо. Ну, на кончике чайной ложки. Здесь главное не переборщить, а то будет очень-очень пряно. Значит, розмарин. Сушеный, продается везде. Это вообще никакой не секретный ингредиент. Все, он есть. Но я предпочитаю использовать ступку, потому что розмарин имеет... Листочек ссыхается, он как палочка получается. Если вы вдруг куда-то при запекании добавили розмарин, то он будет на зубах хрустеть, как палки, как солома. Здесь у нас создается влажная среда, и соус будет, и так далее. Но при этом все равно пару щепоток розмарина я разотру немного. И уже в таком виде буду добавлять его в фарш. Духовка пропищала. Она полностью прогрелась. Ее поставил на 200 градусов. Люблю работать с высокими температурами, поэтому... 180 для меня мало. Вот для любого блюда. Лук обязательно нужен, поэтому режем его максимально тонко. Вернее, максимально мелко. Но тонко слово я сказал, потому что я сейчас режу вдоль. Поэтому здесь у меня близко-близко я ставлю нож, делаю прям совсем-совсем такие... Листочки. И то же самое, очень близко. Я режу поперек для того, чтобы... Это кубик даже не назовешь, крошка. Так, все, основные все ингредиенты у меня здесь. Когда делаете что-либо, вот в такой стеклянной посуде, я замечаю просто, и вы заметите, заметьте. Многие так помешают-помешают, нет-нет, да и начинают обстукивать ложку об край стеклянной тарелки. Этого делать категорически нельзя. Вы можете просто-напросто ударом сколоть стекло, которое попадет в фарш или еще куда-то. Это опасно для здоровья. Все, вроде бы я вижу, что уже фарш поплыл. Начал тянуться. С рисом смешался. Стал вязкий. Класс, пахнет великолепно. Петрушку, петрушку. Две веточки, лучше всего три. Можно вместе со стебельками. Когда режете петрушку, не отрезайте стебли. Начинайте вместе резать. Это для освежения, так сказать, фарша. Проходимся два-три раза. Дальше с капустой. Вот какие у нас идут манипуляции. Капуста. Понятно, что нужно какой-нибудь качанчик побольше взять. Что с ней произошло? Иногда совершенно неудобно ее варить, потому что нужна какая-нибудь большая кастрюля. В ней медленно закипает вода. Или нужно чайник закипятить, вылить. Потом второй чайник поставить, закипятить, вылить. Ну, в общем, есть простой способ. Я поставил в микроволновку вот этот качан. Большой качан на 10 минут. И он там сварился. Без воды, без ничего. Просто так. Можно пленочкой его обернуть. Маленький качанчик. 4-5 минут. Ставите в микроволновку. Все. Видите, листья стали мягкие. Я беру всегда капусту побольше. Во-первых, есть запас прочности. И с ней удобнее работать, чем с маленькой. Теперь ее нужно так распаковать, чтобы ничего не порвать. Потому что даже вареная капуста рвется. Это же овощи. Это же не ткань. Это же не ваши штаны, которые можно стягивать, как попало, и они останутся целыми. Будьте аккуратны всегда на кухне. Лучше потратить на несколько минут больше, зато получится более красиво, более качественно, ну и, как следствие, более съедобно. У нас же разные факторы влияют на привлекательность блюда. Теперь делаем вот что. Все берем и отрезаем плодоножку, разрезая с самого начала, то есть весь лист. то же самое делаем с остальными листьями. Листья пока откладываем на короткое время. Значит, делаем соус. Я взял жаровню специально. Мне нужен глубокий борт, ну и, соответственно, я потом ее отправлю еще в духовку. Морковь начищенная. Быстренько на терке. Все это надо натереть. И, конечно же, масло. Небольшое количество. Небольшое. Жаровня разогрелась, готова. Первым делом у меня сюда уходит морковь. Ага. Ага. Моркови много не бывает в голубцах. Теперь лук. В случае с голубцами так получается вкуснее. Можно, конечно, порезать мелким кубиком, крупным кубиком, на ваше усмотрение. Но мне нравится, вот, чтобы морковь трется на терке, чтобы быстрее она прогрелась. А лук, наоборот, он должен таким и быть полукольцами. Потом его ешь, он такой немножко чувствуется. Все. Лука. Вот у меня здесь, получается, две с половиной луковицы. Его тоже не жалейте. Он уваривается в пять раз, наверное. Там ничего от него практически не останется. соль. Небольшое количество, чтобы у нас уже сок сразу выходил. Лопатку. Смотрим, что у нас там снизу. Жарится. О, все жарится, все великолепно. Лук с морковочкой. Поджарка такая вообще шикарная получается. Прованские травы у меня здесь есть для того, чтобы сделать, так сказать, вот такую простую зажарку, интересной по вкусу. В магазинах продается большое количество всевозможных приправ и специй. Не надо придумывать миллион ингредиентов для поджарки. Добавьте две щепотки того или иного состава, и вы поймете, что стало все намного интереснее и прикольнее. Петрушку можно, знаете, что делать? Вот многие стебли выкидывают, а можно взять пучок, положить его. нашинковать стебельков, а все остальные листочки уже без стебельков вернуть обратно в пакетик и в холодильник убрать. И все, так сказать, вот эти вот стебли, которые большинство людей выкидывают, они великолепно подойдут вот для таких вещей, как тушение. Возвращаемся к черенкам капусты. Если вдруг вы подумали, что они исчезли у меня или ушли в мусор, или я их потом выкину куда-нибудь, нет. Черенки капусты тонко-тонко нарезаем. Мы же их не можем выкинуть, это же нормальный овощ, вкусный. И отправляем сюда в тушение к соусу. Сюда можно отправить то, что у вас осталось от вчерашнего ужина. я имею в виду, например, остатки лука, когда вот вы весь не дорезали там, еще что-то. Все это прекрасно подходит вот для таких вещей. У меня довольно сухо в сковородке. Мне нужно капельку добавить масла, ориентируйтесь всегда так. Не лейте сразу, думая, что вот этого масла будет достаточно, поэтому налили под сковородки и потом пытаетесь что-то сделать. Добавляйте частями. Видите, немножко у вас сковородка сухая, овощи забрали, масло, ну и добавьте каплю. Не надо лить все это тоннами, а потом думать, ё-моё, что-то лук плавает в масле, как же теперь его оттуда убрать? Процесс обжаривания мне не нужен, мне нужно, чтобы овощи стали мягкими. Обжарил, вкус получил, теперь нужна мягкость, поэтому небольшое количество воды, черного перчика можно и чуть-чуть томатного сока немножко, чтобы уже пошла кислота в процессе тушения, потому что оставшийся я потом добавлю в конце. Все, закрываю, убавляю на троечку четверочку и начинаю сворачивать голубцы. Пока буду сворачивать, у меня как раз здесь все это протушится. Значит, как сворачиваем голубцы? Показываю, вы смотрите, запоминаете. Так, фарш нужно размешать слегка, вдруг там чего у нас не доразмешалось. Значит, кладем, берем фарш и распределяем его в длину, такой с сосисочкой. Теперь сворачиваем вот так, вот так и вот так. Теперь начинаем скручивать улиткой. Придерживайте, потому что задача такая непростая, может это все у вас там отскакивать. придавили, получается вот такая улитка. Ну и, соответственно, кладем это все чуть позже буду складывать в сковородочку, для того, чтобы вот этот краешек не отскакивал, мы должны прижать это все друг к дружке. Вот так вот поставлю сюда, чтобы у меня первый край был и буду по мере накручивания вот сюда вот это все прижимать. Так. Начинаем сворачивать. Можно с этой стороны, можно с другой стороны. Здесь все будет зависеть от того, у меня вот здесь листочек лопнул с этой стороны, поэтому я понимаю, что мне нужно его докрутить так, чтобы вот эта часть его закрыла. О! Голубцы из того фарша, который у меня был, полностью готовы. Вот они накручены и выглядят как улиточки. Для меня важно, чтобы все ингредиенты приготовились равномерно, поэтому я выбрал жаровню торговой марки Традиция. У посуды Традиция толстый литой корпус, устойчивость к царапинам и к перепадам температуры. А еще шестислойная антипригарная система, благодаря которой можно готовить практически без масла. У этой жаровни литые ручки, поэтому ее можно ставить в духовку, что я и сделаю. А еще за посудой легко ухаживать. Хотите, мойте вручную или в посудомойке, как вам угодно. Так, смотрим, что у меня здесь. вижу, что часть воды ушла, морковь и лук мягкие. Значит, добавлю немножко муки сюда, пару щепоток, для того, чтобы все соки, которые будут образовываться при запекании голубцов, ну, они немножко связывались, так сказать. Все, теперь размешиваю, соль перемешиваю, и пора выкладывать голубцы. Выравниваем дно, чтобы подушка была такая вот овощная. С силиконовой лопаткой это делать великолепно, удобно, не знаю, почему, мало кто этим пользуется. Давайте, мои голубчики, голубчики, заходим, заходим, жаровню аккуратно становимся рядками. Вот так вот швом придавливайте к стеночке, чтобы ничего не раскручивалось. Идеально, 24 сантиметра жаровня вмещает 16 вот таких вот небольших голубцов, на мой взгляд, идеальная цифра. И вот я вам почему сказал высокий борт. Вот для этого. Будь то маленькая кастрюлька, у вас все начинает там нависать, а здесь все идеально. теперь мы берем томатный сок, заливаем сверху голубцы. Это просто томатный сок из пачки. Ничего такого особенного здесь нет. Томатную пасту, там это развести, подвести, отвести. У каждого магазина вообще продается любой томатный сок, даже самый дешевый. просто берете вот так вот сверху соль. Потому что листья-то у нас не соленые. Сок у нас не соленый. все, теперь перчик и немножко масла сверху, для того, чтобы у нас здесь температура, так сказать, масло же будет сверху всегда, жидкость нам не будет давать ему опускаться вниз. Сверху создаем масляную пленку, для того, чтобы температура накалялась, масло как проводник тепла, и чтобы и снизу, и сверху, и еще в духовке, и чтобы все было одинаково. Теперь я все это, наше чудесное, так сказать, скомпонованное блюдо, отправляю в духовку. На вопрос с крышкой, я скажу, да, силиконовая ручка, силиконовые краешки, прекрасно себя чувствует в духовку, ничего не сгорит, и не нужно использовать фольгу. Вот часто вы видите в рецептах. Поставьте, закройте фольгой и в духовку. Вот здесь не надо этого делать, это все прям вместе с крышкой уходит вот сюда. Опа! Заметьте, что произошло. Я все время это делал на разогретой плите. Готовил соус, все горячее, жаровня разогрета. Мы, получается, сокращаем время пребывания в духовке. То есть, так бы у нас стояли они примерно 45-50 минут, а в нашем случае это все будет 30 минут и готово полностью. 30 минут, почему такое большое время, спросите? Потому что лист капусты большой, плотный, нам нужно, чтобы он проварился. За 10-15 минут так не получится. посмотрите, как это великолепно выглядит. Фантастика! Крышечку убираем. Можно даже немножко туда поближе куда-нибудь поставить к тарелке, чтобы не разливать по столу. Берем большую ложку и аккуратно смотрите сами, какой вам кусочек больше всего нравится. Вначале, конечно, нужно их поставить наверх для того, чтобы вниз тарелки определить соус. Что же мы его зря так долго делали, тушили, томили. Он у нас должен быть в блюде. Выкладываем сюда аккуратно соус. Можно немного, но это, знаете, для презентации, потому что все равно моя-то рекомендация, чтобы вы такие голубцы ставили в жаровне прямо в центр стола. И каждый себе возьмет тот голубец, который ему понравится, потому что ну, это симпатично смотрится, согласитесь. Теперь достаем самые красивые голубцы и выкладываем их на тарелку. Я думаю, что три такие улиточки будет достаточно для нашего блюда. Немножко зеленого лука. он великолепно подойдет и для украшения, и для освежения вкуса. Можно я буду прямо из сковородки? Вкусно ведь? Вот у меня маленький как раз. Давайте его разрежем, просто покажу вам, что внутри, чтобы вы не сомневались, что это настоящие голубцы. И всего лишь навсего они имеют другую форму, а все остальное выглядит точно так же, как и в любом другом голубце. Видите, ничего здесь какого-то. капуста хорошенько протомилась, мягкая. Мясо непонятно, что это свинина, потому что розмарин стирает грань ароматных видов мяса в баранину. С бараниной точно так же вы можете сделать, добавить розмарин, тимьян, любые специи по вашему вкусу. Самое главное, что блюдо привычное по вкусу, но по форме непривычное, зато красивое. То есть интересно же это все выглядит, правильно? Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте с радостью. Меня зовут Василий Емельяненко, я буду и дальше продолжать готовить какие-нибудь интересные всякие штуки. Оставайтесь со мной, глядите мою программу, я думаю, что массу пользы вы получите обязательно. Прощаюсь, до свидания, до новых встреч, пока!